ну что дорогие друзья всем привет из канады полностью закрыты на локдаун я приехала в outlet shopping mall в котором мы с вами уже были когда он был открыт я ходила снимала витрины я приехала поснимать еще раз когда он закрыт здесь никого нету темнеет я боюсь что я не успею много снять но это лакшери но upscale магазины вот тут вот здесь вот у нас кучи я снимала уже здесь было видео я думаю поменялись ли витрины мне хочется поснимать и посмотреть что здесь есть кстати с интересом поснимаю кстати в магазине есть люди как ни странно эти все закрыты и вообще здесь есть машины на паркинге странно да я смотрю что и ходят люди но у нас возможно делать это называется карп сайт пикап это значит что я могу что-то в магазине заказать и прийти и по забрать в магазине если мне нужно я знаете мне уже так смотрят криво потому что это так странно здесь никого нет а я снимаю ну в общем короче давайте перейдем к витринам как вы видите это гучи посмотрите все совершенно совершенно весеннее цветное и очень красиво по моему эта тема вот сумками с цветами на сумках было в гучи несколько лет назад потом они как-то отошли от этой темы вот это вот их их кучи принт и цветы на сверху разрисованы ну вот я смотрю что они опять опять вернулись к этому самому к тому же самому принту но немножко другой тогда были другие цветы слушайте я думала что я спокойно поснимаю без никого ну как видите здесь ходят люди ну ладно пойдемте дальше а то же самое кстати я снимал эту витрину в прошлый раз она была немножко другая вот этот вот мужчинка в пальто был да вот это вот другая другом некен был были эти сапоги поменяли они юбку и пиджак слушайте совершенно совершенно стиль 70 посмотрите посмотрите на на этот пиджак и на эту юбку это взорвёт мой мозг нам столько говорили о том как модные узкие маленькие пиджаки и как модно пиджаки оверсайз и вот вам пожалуйста гучи узенький маленький пиджачок как будто бы он пришел из прошлых лет и посмотрите какие широкие лацканы на пиджаке очень интересно но вообще я хочу сказать что выглядит он как-то темновато но я вот когда строчечка кривовата в общем что-то мне он как-то не ахти как нравится и вот этот вот вот эти вот два платья были то есть они свои манекены они свои витрины не поменяли они их не переодели обратите внимание на эти колготки я обращала на это внимание в прошлом моем видео мужчина остался в той же самой одежде манекен а ему добавили рюкзачок такой вот это меховой не то такой фланелевый какой-то и девушки в черном черном платье очень строго очень классический и никаких признаков что это гучи и также на сапогах если там с той стороны стоит дама в сапогах на которых есть эмблема гучи то здесь ничего так идем дальше я так понимаю что гучи это единственное место где жизнь бьет ключом свет горит народ внутри что они то делать посмотреть какое интересное платье черно-белое абсолютно в стиле шанель и пиджаки тоже совершенно шанельные но это гучи вернее это не пиджак это жилет видите у него отрезаны рукава и вот совершенно совершенно шанельные платья а вот то вот очень красиво не вот такие интересные рукава и сейчас попробую приблизить видите как интересно сделано красиво да ну это же знаете совершенно не гучевский стиль ну ладно они вдохновлялись вдохновлялись домом шанель и вот красный пиджак тоже совершенно шанель совершенно шанельный стиль что тут у нас еще у нас здесь пальто искусственным естественным мехом все абсолютно дома мод перешли на искусственный мех ну и гучи конечно так что у нас бархатный костюм с безумной вышивкой вышивка пайетками и такое знаете платье гучи которое как будто бы спортивное платье из из трикотажа будто бы из семидесятых восьмидесятых спортивный костюм я отражаюсь в витрине я надела маску а вот смотрите майка маечка такая гучи совершенно совершенно семидесятые годы вот совершенно семидесятые годы я отражаюсь в витрине видимо может быть меня видно я в маске дело в том что я не хочу нарываться на неприятности хотя у нас не обязательно ходить маски по улице нужно ходить без маски но но на всякий случай мне так охранник косо покосился когда я пришлось то потому что в принципе делать тут нечего магазины все закрыты ну хорошо давайте вернемся к нашим витринам это все еще кучи туфли 70-х годов абсолютно 70-е годы платформа широкий каблук я помню я достаточно взрослая девочка поэтому я помню еще эти туфли вот эти вот фасоны а внизу уже современные резиновые бочки ну и все вот это вот этот страза страза стразы это мы уже визу так магазин мы переходим к джимми чу видите как темно уже на самом деле у нас уже очень темно и о чем сказать что погода на самом деле совершенно такая мрачная такая нерадостная ко всем нерадостям нашей жизни еще и погода такая же тоже витрины все те же не поменяли это все еще новогодние крисмасные рождественские витрины с блестками да 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 ну чего менять витрины если магазин закрыты в общем правильно и справедливо я надеялась что они что-то поменяли что мы что-то интересное поснимаем но нет 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 все осталось прежним давайте посмотрим еще немножко здесь пройдемся у нас здесь правда да вот видите стоят мешки и с чеками то есть это люди когда что-то заказывают здесь можно заказать приехать и забрать поэтому в магазине есть люди и поэтому поэтому продавцы есть и поэтому есть на паркинге машины что меня очень удивило это магазин правда если мне что-то очень приспичило купить то я могу видимо у них на веб-сайте заказать потом приехать в магазин и забрать вот таким вот образом сумки прада сумки прада выглядит как-то они грустно не знаю что-то меньше не нравится какие-то совсем совсем неинтересные так себе я не особенно показываю потому что нечего мне на меня смотреть ничего интересного кучинели пойдемте посмотрим прошлый раз были очень интересные очень интересные модели в кучинели я смотрю что в этот раз все то же самое это магазин джелкс даже на витрине ничего ну видите вот они закрыты у них темно и никого нету видимо у них невозможно видимо у них невозможно сделать этот самый короб сайт пикап как у нас называется а это кучинели и здесь у нас то те же самые белые брелки все то же самое к сожалению витрины не поменялись потом очень красивая клетку пальто я вижу и в магазине тоже есть люди вернее продавцы можно заказать купить у них так это очень красивая пальто шерстяное а вот она надета наверно данному некий ну очень красивая пальто но мы уже его видели да в общем так это макс мара и та же самая блестящая шуба тоже мы ее видели в общем факир был пьяный фокус не удался хотел я поснимать новые 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 витрины но новых витрин нету здесь была голубая шуба которые сняли оставили девушку без шубы и посмотрите на этот монохром голубой свитер голубая юбка и голубые колготы да да цветные колготы это конечно сейчас рулет надо мне заботиться приобретением хотя сейчас все магазины закрыты ничего не купишь но на ней еще была шуба видимо шубы купили что вам сказать девушка картина конечно грустная все все закрыто все очень это все очень неприятно ну что делать я надеюсь что мы это переживем я надеюсь что мы когда-нибудь вернемся к нормальной жизни видите как никого просто я одна так что у нас кто у нас здесь versace это versace и versace у нас смотрите характерным довольно платье манекен и прозрачном плаще тоже мы его видели и total black свитер брюки и пояс versace versace тоже есть люди знать тоже можно приехать и купить у них то что вы хотите так это armani exchange outlet темнеет совсем скоро станет темно и я ничего не успела спортивная одежда просто вообще спортивные костюмы но не совсем кто сказал что драуные джинсы вышли из моды armani exchange так не считает я тоже так не считаю я очень люблю драуные джинсы между прочим вот посмотрите на нее это armani и кожаная куртка и вот такой блестящий топик я считаю что это шикарный наряд мне очень нравится я бы так оделась несмотря на мой преклонный возраст но может не такие сильно рваные джинсы но может немножко менее рваные но мне очень нравится вот это вот сочетание вот таких вот именно рваных джинс кожаные косухи и вот так вот блестящего в пайетках топика не знаю почему но мне нравится у нас идет мелкий снежок вернее мелкий дождик и довольно противно холодный неприятно так это был armani exchange а это же armani outlet тоже очень классический пиджак в клетку и черные брюки все все очень скромно это тоже по моему было витрин то же самое ничего нового они не придумали и вот это самое зеленое пальто которым я восхищалась которым я продолжаю восхищаться красивое пальто шерстяную прекрасно в общем самый веселый и жизнерадостный оказался магазин гучи в котором жизнь бьет ключом там полно людей мужская витрина магазина armani мужскую моду я не комментирую потому что я не знаю я мужской моде не отношусь верни я отношусь к ней бизнес без особого в общем она не вдохновляет как-то мужская мода и пойдемте сходим сен-лоран напротив но там темно и я наверное не смогу ничего увидеть до темная витрина жалко я вижу там силуэты рюкзаков да как-то на витрине видите все стоит спиной к нам они так все поставили чтобы ничего не было видно видимо видите вот они совершенно тотально закрыты и у них тоже никакого нет никакого цвета не горит а вот там маш я вижу машин свет мы сейчас туда сходим ну вот до сен-лоран не 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 удивляет меня вот там я вижу сумку сон лоран закрывает это на этот нет я знаю они делают очень хорошие кожаные вещи очень-очень такие знаете классические вот ничего особенного но дорогие не дешевые но очень-очень хорошего качества эти это такая сумочка без без малейших без никаких написано что у них сэйл эти как мы мы сейчас среди между буквами поснимаем вот видите никаких украшений нет абсолютно вот сумка абсолютно не без всякой фурнитуры без ничего абсолютно вот такая вот но они очень хорошего качества и вот такой вот круглых кофр шляпы не знаю шляпы возить а здесь у нас баленси ага и что мы видим баленси ага сапожки сумки и внутри в магазине есть люди есть одежда вернее не люди а то есть вот видите магазин закрыты а продавцы никуда не ушли тапочки баленси ага домашние если кто-то очень хочет дома быть на стиле и вот эти вот и кроссовки мы все их знаем они уж всем надо стив мэддон стив мэддон стив мэддон это недорогой бренд обуви почему только мужская а нет вот есть женская стив мэддон стив мэддон это довольно дешевая одежда и что здесь еще я вижу я вижу из интересных это сандро знаете у меня чувство что я нахожусь в каком-то после пост апокалипсическом мире пустота темнота никого нету я одно брожу среди витрин знаете что что-то произошло в мире все люди исчезли ну вернее здесь ходили люди но как бы так мало вот очень красиво пальто в клетку посмотрите какие интересные детали на плече этого пальто видите металлические заклепки красивый белый свитер красивый серый костюм мужской сандро ну ладно мужская мода нам не интересно пойдемте пройдем мимо магазина масс по-моему все здесь из таких здесь еще есть много магазинов да я не буду утомлять вас витринами магазинов которые не очень известны в европе скажем так не очень популярны итак магазин маш объявляет о том что на все имеется 60 процентов дополнительные скидки это прекрасно посмотрите какие сапоги надет на манекене да да это такие сапоги чулки которые очень высокие очень высокие платье фоксия розовое это самый модный цвет весны розовый цвет и вот такая вот шубка лохматая вам видно да тэдди блестящий люрексом пиджак и вот такая вот сумочка ай пришла девочка-продавщица который грубые ботинки если надеть вот под этого джинсы я думаю что было бы очень красиво просто очень вот именно в таком сочетании блестящий пиджак с люрексом блестящая сумка грубые ботинки и джинсы было бы шикарно и джинсы было бы шикарно мне кажется что было бы здорово и следующий это такой жилет белый тоже тэдди жилет под ним черное кожаное платье вечная классика тоже грубые ботинки ну что фуга бот закрыт днем темно и ничего не видно вот такой у меня репортаж надо мне застегнуть вот такой репортаж я провожу вам девочки пустых из пустого абсолютно пустого ну вернее абсолютно вот там проходят люди вы слышали там были люди ходили просто потому что вот эти люди приезжают и приходят подобрать вещи которые они заказывали да что вам сказать это все на что мы сейчас способны поснимать пустые пустые магазины витрины и даже эта роскошь у нас лишает потому что через несколько дней у нас вводят полный полный стейк ордер что означает что из дома выходить можно бы только по каким-то вот необходимости по необходимой нужде по большой и малой ну в общем это значит на работу если у вас есть какой-то медицинский если вы идете к доктору в магазин за едой магазины будут открыты продуктовые только до 8 часов и собственно вот и все единственное что я не очень поняла какая будет мера пресечения если меня например вот здесь найдут снимающие кто-нибудь подойдет ко мне и спросит что я здесь делаю или нет то есть даже если спросит я скажу что я пришла поснимать я не слышала ни о каких вот что что будет за то что я вот так вот приехала не по необходимости хотя я могу сказать что блогерство это моя работа поэтому я здесь должна быть в общем все очень туманно мутно никто ничего не знает никто ничего не понимает как это будет куда можно ходить куда нельзя ну пока что в общем все это очень нерадостно и грустно все девочки я надеюсь что вам было хоть чуть-чуть интересно хоть чуть-чуть весело будем прощаться увидимся совсем скоро в следующем видео люблю целую пока пока бай